Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами платье. Мне задали прекрасный вопрос такой, а что будет, если на платье у нас тесьмы одинаковой ширины? Как их изобразить, чтобы они все были одинаковые, потому что объектами они расплываются? Показываю вам очень интересную технику, которую я думаю вам понравится. Но для начала мы нарисуем базовый силуэт платья А-силуэта. У нас открыт шаблон. Шаблон можно скачать по ссылочке под этим видео. Они есть в доступе, совершенно бесплатные. Пожалуйста, пользуйтесь. Также есть платные шаблоны, мужские, женские, детские, за очень условные деньги, которые вы можете приобрести к себе и пользоваться им бесконечное количество раз, включая то, что их можно распечатать, а можно использовать их в программе, в зависимости от того, какие у вас потребности и задачи. Также есть шаблоны на нестандартные фигуры, что может быть для вас очень полезно. Итак, вот мой шаблон. Я создала новый слой. Слой с шаблоном заблокировала. Беру инструмент пером. Черный цвет. Толщина линии 1 см. А сейчас с половинки я буду рисовать платье. Соответственно, я хочу нарисовать платье А-силуэта. Оно вот, соответственно, из-под этой зоны до коленочки, чуть-чуть ниже колена, до центра и стыкуем. Здесь делаем округлую горловинку, плечико оставляем ровное. Так, и еще у меня будет рукав. С ключевой точки вниз. Вот такая штучка. У меня получился базовый силуэт. А теперь мы его раззеркалим. Ставлю инструментом зеркальное отражение по центру. Shift-Alt. Отпускаю сначала кнопку мышки, потом кнопку клавиатуры. Окно. Обработка контуров. Специально каждый раз достаю, чтобы вы понимали, откуда это берется. И соединить. Вот эти вот торчащие уголочки можно убрать здесь на панельке. Вот у нас получился с вами силуэт. Заливаю его белым цветом, чтобы он у вас четко, ярко был понятен. Базовое платье А-силуэта быстро нарисовали. Теперь я хочу, чтобы на этом платье были разнообразные канты. Что мы с вами будем делать? Мы с вами будем делать одну маленькую хитрость. Вот мы взяли с вами платье, скопировали. То есть смотрите, то осталось, а это я скопировала вот сюда. С Shift-ом его двигаю, чтобы оно двигалось параллельно. И вот теперь с ним будем творить всякую разную красоту. Уберу пока рукава. Рукава добавим потом. Вот оно получилось. Итак, берем перо. Как бы это банально не звучало. И рисуем линии кантов. Как они у нас должны располагаться. Можно их гнуть. Давайте согнем немножко, чтобы у нас был эксперимент максимально достоверным. Вот так чуть-чуть я его гну. Можно их сочетать между собой. Так. Можно сделать, смотрите, эффектом вырезания. Мне нужен верх и низ. Я сейчас возьму инструмент ножницы. Отрежу низ по крайним точкам. Отрежу верх по крайним точкам. Вот так. Эти удалю. Вот у меня получилось. Мне не нужен цвет заливки. Мне нужен только цвет контура. Наоборот. Вот так. И я их помещаю на место. То есть, видите, я на нее начинаю накидывать на мою основу какие-то разные интересные формы. Даю еще одно членение инструментом линия. И, например, делаю кармашки. И вот теперь такой вопрос возникает интересный. Сейчас я нарисую кармашек. Мы с вами его проговорим. Вот у меня есть платье. Я бы хотела, чтобы вот эти линии, которые я сейчас на нем нарисовала, были кантами. Толстенькими кантами. Не просто линиями. Как же мне это сделать? Я могу пойти в настройки, выделить вот это все вместе, кроме основы. И сказать, что толщина кисти этих линий будет… Давайте только карманы оставим. Ну, скажем, 3 пункта. Видите, какие они толстенькие? А может быть, даже 4 пункта. Ну, к примеру. Теперь смотрим, чтобы вот эта линия, она у меня полноценно охватывала всю горловину. И линия низа тоже охватывала всю, весь низ. Надо немножечко приблизить и убедиться, что здесь у нас с вами целиком захваченная горловинка. Потому что эта линия, она толстенькая, красивая, но может не до конца доходить. А мне нужно обязательно, чтобы она доходила до конца. И, в общем-то, можно было бы на этом успокоиться. Вот они мои канты, вот они все абсолютно одинаковой толщины. Но можно сделать их еще по-другому. То есть, помимо того, что сделать их вот так, я сейчас дублирую. Например, могу только вот эти канты сделать еще толще. Вот смотрите, видите, оно уже как бы обрело. Хотя вот этот вариант мне нравится больше, я к нему сейчас вернусь. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Выбираю все канты. Снимаю выделение с объектов, карманов и контура. Объект. Разобрать. Обводку. Ок. И теперь, что у меня произошло? Теперь вот это у меня. Это объект, с которым я могу уже делать все, что мне захочется. Соответственно, могу его заливать градиентом, красить как мне нравится. И все-все канты, которые у меня получаются на данном изделии, они абсолютно идентичны. Теперь я возвращаю все на место. Вот она у меня была основа. И я возвращаю эти кантики вот сюда. Смотрите. И у меня на платье получаются великолепные кантики, абсолютно симметричные, вне зависимости от того, как я их гнула. И они у меня не линии, они у меня объекты. Вот такая есть интересная техника. Вы можете ее использовать, вы можете ее попробовать сделать. И, соответственно, на своих изделиях действительно бывают иногда гнутые какие-то линии, которые нужно красиво залить. Обязательно попробуйте их использовать. Вот эта линия не разобралась. Соответственно, объект разобрать. Сейчас мы вот тут уберем. Вот она отдельно. Видите, линия? Вот она нам мешает. А вот этот кант нам уже нужен. Это отдельный такой объектик. Можете с ним там делать дальше, что хотите. Добавлять ему от строчки и тогда ле-е. Очень интересный эффект у нас получается. Ну, давайте еще смыканем, сделаем какую-нибудь заливку тканью Шанель. Я бы хотела какой-нибудь такой мягкий твит по цвету. Мне нужен ровный кусочек. Вот, смотрите, вот тут. Вот отсюда, скорее всего, получится вытащить. Вот. Копирую картинку. Мы задавали тоже этот вопрос. Давайте здесь же я на него и отвечу. Вот я вставила Ctrl. Там скопировала здесь Ctrl-V. Делаю сейчас неправильно, потому что нужно открыть это в Photoshop. Обрезать. А я сейчас буду сразу вот прям топорно делать. Нахожу рапорт. Вот он. Раз, два, три, четыре. И прямоугольничком его выбираю. Вот так. Здесь практика. Дело очень большой практики для того, чтобы выбирать рапорты, которые будут стыковаться. Просто вы должны выбирать кусок. Вот, смотрите. Сейчас покажу. Который, когда вы будете вот так состыковывать между собой, будет смотреться как будто бы гладкий. То есть я взяла картинку и просто ее, из нее выбрала Кусман. И вот он стыкуется, видите, как будто гладенькая ткань получается. Это дело практики. Здесь нету никакой универсальной вещи. Теперь без цвета, без заливки. На самый задний план кладу. Вам просто глазами нужно напрактиковаться и научиться видеть этот рапорт. Вот. Вот и все. Никакой там волшебства, чего-то там нету. Это просто насмотренность и натренированность. Не более того. Не из всех картинок такое получается. Ну вот, смотрите. У меня получилось платье в стиле Шанель. По-моему, очень даже приятное. И мы с вами разобрали и как вытаскивать фотографию, прямо вот Google я открыла, вытащила, да, первую попавшуюся. И как рисовать канты одинаковой ширины на всем изделии, даже если не гнуться и не рисовать объекты, а просто линии это сотворить. Вот такая история. Надеюсь, что вам понравилось. Если у вас есть еще вопросы, пишите. Я с радостью буду вам помогать и делать видео, которые вам будут полезны. На этом все. До скорых встреч. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и поставить уведомление колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч. Пока-пока.